Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я приглашаю вас на урок в школу шахмат. Как вы уже догадались, предлагаю сегодня поговорить о шахматах. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему шахматы, которые сопровождают человечество вот уже несколько тысяч лет, до сих пор остаются одной из самых популярных игр. Шахматы завоевали сердца людей с V века н.э. Большими любителями шахмат были многие известные короли. Такие, например, как первый русский царь Иван Грозный, английский король Карл I, монгольский завоеватель Тимур Тамерлан. Шахматами увлекались многие известные военачальники. Генералиссимус Александр Васильевич Суворов, фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Из летописей известны случаи, когда игроки увлекались настолько, что начинали бросать друг друга фигуры, могли даже встать в порыве чувств и прекратить игру, уйти с турнира. Поэтому для шахматистов был придуман кодекс. Кодекс в переводе с латинского означает «книга». Что же это за книга и о чём в ней написано? Кодекс – это свод правил, которые обязательно должен знать и выполнять каждый игрок. А узнать эти правила вы сможете, если прочтёте книги, которые есть в фонде Центральной детской библиотеки. «Вопросов шахматиста». Одному из авторов этой книги, Михаилу Береславскому, на момент её написания было 15 лет. Он являлся учеником 11 класса и уже имел звание кандидата в мастера спорта. Был победителем многих математических олимпиад. Из этой книги вы узнаете, когда и где родились шахматы, как ходят фигуры, что такое короткая партия, и много-много упражнений найдёте вы в ней для того, чтобы легко и просто научиться быть победителем. Или книга, которая так и называется «Шахматы» Дмитрия Сергеевича Смирнова. Настоящая энциклопедия для человека, который захочет научиться удивительной игре в шахматы. Шахматы справедливо считают единственной игрой, придуманных человеком, которая сочетает в себе искусство, науку и спорт. Так что поторопитесь. Чем раньше вы приобщитесь к этой потрясающей игре, тем скорее сможете приобрести много полезных качеств. Шахматы развивают память, логическое мышление, фантазии, закаляют характер. Шахматы – это целый мир, прекрасный и удивительный, со своими взлётами и падениями, печалями и радостями. И не обязательно быть взрослым. Давайте начнём уже сегодня. Итак, вперёд! Обязательный элемент – это шахматная доска. Посмотрите внимательно. Она совершенно одинаковая. И в длину, и в ширину она квадратная. Настоящая шахматная доска – клетчатая. Всего клеток на шахматной доске – 64. Половина клеток остаётся светлой, а половина клеток остаётся тёмной. Чаще всего это коричневые клеточки. Тёмные клетки называют чёрными полями, а светлые клетки – белыми полями. Если у вас есть дома шахматы, то вы можете взять доску и рассмотреть её внимательно. А те, кому не повезло, могут сделать её сами. Но важный момент. Когда вы будете раскрашивать, то обязательно начните с левого угла. Первое поле должно быть чёрным. Вот шахматная доска у нас готова. Что же ещё нужно? Правильно, шахматные фигуры. Это жители доски. И они разыгрывают на ней разные партии. Фигуры бывают различные тоже. Это и короли, и кони. Вот так вот они выглядят. И ладьи, и слоны, и пешки. Те, у кого есть дома шахматы, могут взять фигурки в руки и рассмотреть их. Ну а кто хочет сделать их сам, тоже должен учесть некоторые особенности. Шахматные фигуры выглядят довольно просто. Самое главное в них – это смысл. Фигуры называются как-то по-волшебному, но напоминают совсем не сказочных персонажей, а больше похожи на древние войска. Начнём наше знакомство с шахматными фигурами. Король – самая ценная фигура, хоть и малоподвижная. Если побеждён король, то проиграна шахматная партия. Король входит только на одно соседнее поле. Вот так. Но может это делать в любом направлении. Вправо или влево. Именно короля защищает все остальные фигуры. Ладья – фигура, похожая на башню. И считается очень сильной фигурой, которая лишь уступает ферзю. Двигать фигуру можно по горизонталям, по вертикалям. Она может ходить на любое количество незанятых полей. И на начало игры этих фигур у каждого игрока должно быть две. Слон – следующая фигура, которая немного слабее ладьи, и перемещается слон исключительно по диагоналям. Вот так. Каждый игрок на старте в своём арсенале имеет по два слона. Один перемещается только по белым клеткам, а другой – по чёрным. Ферзь – это самая сильная фигура. В Англии эту фигуру называют королевой, а в нашей стране – это мужчина. Он соединил в себе возможности слона и ладьи. Ферзь свободно передвигается в любом направлении по диагоналям, по вертикалям, по горизонталям, на любое количество свободных полей. Конь выглядит, как голова лошади на постаменте. Одна из самых необычных фигур на шахматной доске с точки зрения перемещения. За один ход он преодолевает одно поле по горизонтали и два поля по вертикали, либо наоборот. Можно сказать, что он ходит буквой «Г». В любом случае перемещения он меняет цвет поля. Например, если движение начиналось с чёрного поля, то, совершив ход, конь оказывается на белом. Их тоже должно быть два в арсенале игрока на начало игры. Пешка. Фигуру назвали в честь солдата «Пехотинцев». Пешка – самая слабая фигура, но очень полезная. Эта фигура всегда идёт только вперёд. Движение назад ей запрещено. С одной стороны, перемещаться пешка может лишь на одну клетку. А с другой, с первоначального места любая пешка может двинуться на две клетки. Игрок решает сам. На одно или два поля начнёт ходить пешка. А ещё она способна превратиться в любую фигуру, кроме короля. В руках умелого игрока в шахматах происходят настоящие чудеса. В шахматы играют вдвоём. 16 фигур должны быть окрашены в светлый цвет, а 16 фигур окрашены в тёмный цвет. Фигуры, окрашенные в светлый цвет, называют белыми, а фигуры, окрашенные в тёмный цвет, называют чёрными. Располагаются в следующем порядке. Слева направо. Ладья, конь, слон, ферзь, король, слон, конь, ладья. За ними ставятся пешки. Каждая фигура выставляется в центр поля. Две фигуры никогда не могут занимать поле одного цвета. Запомните, что ферзь любит свой цвет. Чёрный ферзь в начале игры всегда стоит на чёрном поле, а белый ферзь должен стоять на белом. У кого есть шахматы, расставьте фигуры. Вот мы и познакомились с фигурами. Но чтобы начать играть, необходимо научиться ходить всеми шахматными фигурами. Каждая, как вы уже узнали из моего рассказа, ходит по-своему. Но ещё, что нужно вам знать, делают они это по особым дорожкам, которые можно увидеть на доске. Но сначала нужно правильно положить доску. И делать это нужно так. Ближайшее к вам левое поле должно быть чёрным, а правое – белым. Это важно. Давайте поиграем в волшебников. Возьмём волшебную палочку, в качестве которой я использую обычный карандаш. И положим её на доску так, чтобы одной стороной она показывала на левое угловое поле, а другой – на правое игровое поле. Если посмотреть на все поля, которые соединила эта палочка, то мы увидим, что получилась дорожка из полей. И эта дорожка называется горизонталью. Если сдвинуть палочку на одно поле выше, получится вторая горизонталь. Ещё выше – третья горизонталь. И так далее. Кстати, вам задание. А посчитайте, сколько горизонталей всего у шахматной доски. Внимательные, наверное, уже догадались и без счёта. Потому что каждая горизонтальная линия на этой доске пронумерована. И их всего восемь. Восемь горизонтальных линий. Но на доске есть ещё линии, которые называются вертикалями. И если мы возьмём ещё нашу другую палочку волшебную и положим её так, чтобы одним концом она смотрела на тебя, а другим на твоего соперника, который будет сидеть напротив, то у нас получится ещё одна дорожка. Из полей таких же на горизонтали, но такая дорожка называется вертикалью. Потому что она расположена снизу вверх. Этим и отличается вертикаль от горизонтали. А вы заметили, что в обоих случаях белое поле всегда сменяет чёрное. А за чёрным идёт белое. И так до конца доски. А теперь положим волшебную палочку так, чтобы один конец показывал поле в левом нижнем углу доски. Оно должно быть чёрным, если вы помните. А другой на поле в правом верхнем углу. Смотрите, оно тоже получается у нас чёрным. И вся дорожка только состоит из чёрных полей. Мы возьмём ещё одну палочку и положим её так, чтобы один конец показывал на правый нижний угол, а второй на левый верхний. То что мы увидим? Правильно! На дорожке этой у нас все поля получатся белыми. Вот такие дорожки полей одного цвета, которые можно соединить прямой линией, называют диагоналями. Я надеюсь, что такой урок вам понравился в школе шахмат. рассчитывая на то, что вы узнали что-то новое и полезное для себя, для того, чтобы стать настоящим чемпионом, нужно ещё долго учиться. И напоминаю вам ещё раз, что в этом вам помогут книги, которые есть в фонде Центральной детской библиотеки имени Маршака. Потому что вам ещё предстоит узнать, что такое шах и мат, что такое рокировка, как её сделать, как правильно записать шахматные ходы. А для этого нужно очень много заниматься. И эти задания вы тоже сможете найти в этих книгах. Я желаю вам удачи и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok